Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей о событии пятницы, 25 ноября. Вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. К лету появятся новые турпакеты Сочи-Крым. Популярным станет и китайское направление. Международный туристский форум подвел итоги. 18-летний водитель на Зебре насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на улице Несебрской. В Сочи введут социальную норму потребления электричества. Сколько это, рассказали представители РЭК. 130 человек со всего Южного федерального округа. В Сочи проходит турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Владимира Федцова. Почти 200 миллиардов рублей планирует заработать Край в следующем году. Бюджет региона на 2017 год в первом чтении накануне приняли кубанские парламентарии. Участие в заседании сессии ЗСК принял и глава региона. Все планы на ближайшие три года – это увесистый том. Это книга-проект бюджета региона. Расписана каждая статья расходов и доходов в 2017-м. Их на повестку сессии ЗСК вынесли самым первым вопросом. Заработать Край планируют почти 196 миллиардов рублей. Большую часть, как и в предыдущие годы, потратят на соцсферу. На нее направят 70% расходов, а это 138 миллиардов рублей. В приоритете останется и сельское хозяйство. Но, как и прежде, помогать намерены только тем, кто работает максимально эффективно. Обратил внимание Вениамин Кондратьев. Агропромышленный комплекс – это сегодня основная экономика нашего региона. И когда мы говорим о том, что вроде как на прежнем уровне остается господдержка сельского хозяйства, да слава Богу. Цены-то везде растут, все растет и дорожает. А мы в тех же параметрах поддерживаем наше село, наших агарьев. Господдержка в этом году будет только тем фермерам, в том числе и тем аграриям, которые доказали свою эффективность. Все. В противном случае, просто так их потратила, а потом еще и заново пришел за деньгами, так не бывает и не будет. Ситуация в экономике постепенно выравнивается, отметил глава региона. Однако бюджет пока еще остается напряженным. Но, несмотря ни на что, краевые власти намерены выполнить все свои обязательства. В частности, речь о повышении зарплат бюджетникам. Так, например, планируется, что у младшего медицинского персонала она вырастет на 22%. Это было в приоритете. Потому что конкретная жизнь конкретного человека. Не все и в общем, а конкретная жизнь, еще раз подчеркиваю, конкретного жителя края. Вот она для меня и для нас в приоритете. Конкретный человек. Прибавку к зарплате на Кубани получат и медики, и соцработники, и воспитатели. Коллеги, это огромная гвардия. Сколько у нас уходит на зарплату с целым бюджетником? Бюджетником. Порядка 80 миллиардов в консолидированном бюджете. Коллеги, 195 зарабатываем, 80 отдаем зарплату. Это просто зарплата. С учетом сегодня индексации, повышения. Вырастет на полтора миллиарда рублей и дорожный фонд на ремонт и строительство автомагистрали собираются выделить 20 миллиардов рублей. Отдельной статьей предусмотрели деньги на дороге Краснодара. Но краевые власти при этом должны четко знать, на что тратится каждый рубль. Около миллиарда рублей, я думаю, не меньше, все-таки на дороге в краевой столице необходимо выделить. Но жестко контролировать, куда они будут и как они будут расходоваться. Чтобы мы не получили ситуацию, где плитка перекладывается и асфальт третий раз кладется, по большому счету, на одни и те же дороги. Это надо спросить, почему прошлая плитка, которая года три назад положена, провалилась. У нас и никто не спрашивает вчерашних, и заново опять перекрыли все, опять деньги потратили. Бюджет следующего года сверстен по возможностям, а не по желаниям, говорит Вениамин Кондратьев. Жесткие финансовые условия заставляют оптимизировать расходы. Проект бюджета должен быть таким, который реально исполнить, уверен губернатор края. Сегодня жить мы должны по средствам. Вот чем вопрос. И траты, которые сегодня мы планируем, они должны соответствовать доходам. В противном случае госдолг будет только расти. Тогда мы должны понимать, где мы еще больше должны сократить, чтобы начинать гостить госдолг. Ну, предложите тогда, где мы должны еще сэкономить. Мы же не можем сегодня наобещать людям, может быть, и не выполнить. Или взять и запланировать столько отрат в этом бюджете. Это же бумажка, она все стерпит. А потом бумажка останется бумажкой, и цифры останутся просто цифрами. Вот это неправильно. Это мыльные пузыри, которые мы понадуваем, а потом сдуемся. Калифами на час будем, коллеги, на час. В январе и феврале уже сдуемся. Просто будьте реалистами. Я всех призываю, будьте реалистами. Этот проект бюджета сформирован без учета помощи из федеральной казны. Краевые власти рассчитывают, что после распределения средств регионам появятся дополнительные возможности. Глава Кубани обращает внимание, что статьи расходов еще будут корректировать в начале следующего года. Ведь еще только до миллиарда рублей нужно найти на покупку и ремонт медицинского оборудования. Необходимы деньги и на восстановление школьных спортзалов, а также на обновление школьного автопарка. Пока же в первом чтении депутаты проект бюджета приняли. В Сочи продолжает свою работу Международный туристский форум, на котором и стали известны некоторые подробности зимнего курортного сезона и предстоящего летнего. Каких новых гостей ждет в Сочи, расскажет Елена Авсецина. Выступая на пленарном заседании, глава курорта Сочи Анатолий Пахомов сразу же отметил, что такое понятие, как межсезонье, ушло в прошлое. Осень – это загрузка курорта до 80%, зимнее время – 100% и выше. Наши туроператоры побывали на Красной Поляне, увидели возможности, увидели, каким образом курорты могут делать так, чтобы и летом, и зимой были востребованными. Это хороший опыт. И мы говорим, добро пожаловать в Сочи, добро пожаловать в Краснодарский край. Коллеги из Крыма тоже отмечают, поток туристов увеличился более чем в два раза. Теперь задача другая, как сделать отдых гостей Черноморского побережья более комфортным и интересным. И это не только освоение новых пляжных территорий. Вот, например, в лету 2017 года будут доступны новые турпакеты. Сочи-Крым, Крым-Сочи. Обсуждался в том числе вопрос транспортных связей между Крымом и Сочи. Это очень важный вопрос, это поручение президента. И вот сегодня Евгений Контролировал выполнение этого поручения. Сегодня уже Олег Петрович дополнит, крупные туристические компании заказывают чартерные перевозки для поезда в Крым и в Сочи. Это уже начало настоящего, скажем так, массового туризма. Популярным в новом сезоне станет и китайское направление. Открывается новое прямое авиасообщение Чинду-Сочи. Нужно будет не только принимать в Сочи китайского туриста, но и самим отправиться в Поднебесную. В Сочи расположен у подножья гор плюс море. Это интересно, но только китайский турист зимой предпочтет отдыху моря, а летом в горах. Потому что летом у моря жарко. Мы сейчас исследуем горный и прибрежный кластер. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев очень решительно настроен на эффективное развитие туриндустрии в крае. Пообщавшись практически с каждым участником экспозиции, развернувшись на площади в 6000 квадратных метров, он отметил, своего туриста не отдадим, а привлекать новых, в том числе и новыми формами работы, и новыми направлениями во внутреннем туризме будем. Они едут на наше побережье, чтобы чуть-чуть отойти от своей будничной, отчасти активной, где-то суетной жизни. И мы должны им дать эту возможность. Нам нравится ваша политика в этом направлении. Полностью. Коллеги, моя политика – это то, что говорят сегодня и отдыхающие жители. Вот и все. Я просто это озвучиваю. А на самом же деле мы все вместе делаем эту политику. Мы все вместе делаем курорты наши курортами, такими современными, такими солнечными, такими яркими. А самое главное, ведь мы даем возможность всем, кто к нам приехал, получить впечатление, друзья, порой на всю жизнь. Небольшой стенд Центра инноваций и технологий ВМС привлек внимание. Все лучшее даже в области косметики должно быть в Сочи, ведь это город здоровья, принимающий на отдых и лечение миллионы туристов. И косметика «Сочи Лэд» будет здесь востребована, ведь она защищает кожу от солнечного излучения. Это косметика для курорта Краснодарского края, потому что основу составляет это гиалуроновая кислота, пептиды плюс минеральный комплекс природы, даров природы Сочи. И акцент делаем именно на том, чтобы эта косметика была не только полезной для кожи и организма, но еще и как сувенирный подарок. Чтобы люди везли от нас не только положительные эмоции от моря, но еще и полезные какие-то компоненты, которые представлены в косметике. Вот это и была идея, и изначально даже наш слоган звучал, как «Сочи Лэнд» – это здоровье бренд, туризма бренд». Говорили на туристском форуме и о тех туристах, которые приедут в Сочи на чемпионат мира по футболу. И для такой группы гостей курорт должен предложить соответствующие условия. Для этого и собираются специалисты отрасли, чтобы сверить часы и работать в соответствии с новыми запросами общества. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. В четверг вечером на улице Несебрской насмерть сбили пешехода. В начале 9-го на перекрестке улиц Несебрска и Воровского мужчина переходил улицу по пешеходному переходу. Иномарка на высокой скорости просто снесла его с места. От удара несчастного отбросило на пару десятков метров. Водитель иномарки с места происшествия не скрылся. Сейчас он дает показания в полиции. Авария произошла в темное время суток. По предварительной версии, 18-летний водитель автомобиля «Опель», проявив невнимательность, сбил человека, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался в ходите в скорой медицинской помощи. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка, направленная на установление полной картины произошедшего. В случае из незаконного оборота полицейские изъяли 70 литров вина. Нарушения торговли алкоголем были выявлены в ходе рейда в переулке Ривьерский. Как установили сотрудники полиции, в торговом помещении продавали вино на разлив. Специальное разрешение, а также лицензия на правопродажу спиртных напитков у 51-летней местной жительницы отсутствовали. Всего в торговом помещении было обнаружено и изъято 7 упаковок «Тетропак» объемом по 10 литров каждая. Продукцию конфисковали. В отношении директора магазина составлен административный протокол. И мы хотим предупредить всех предпринимателей соблюдать действующее законодательство и не нарушать установленные правила торговли. О введении социальной нормы потребления электричества и в целом о формировании тарифов говорили сегодня в Сочи на встрече с заместителем руководителя региональной энергетической комиссии, которая в крае эти тарифы и устанавливает. На встречу с Игорем Бедриным пригласили руководителей управляющих компаний, членов ТОСов. Один из главных вопросов – это введение социальной нормы потребления электричества. То есть это тот объем потребления электроэнергии, который будет оплачиваться по сниженному тарифу, ну а то, что сверх нее – по более высокому. За счет этого планируется снизить разницу между экономически обоснованной стоимостью электроэнергии и тарифами для населения. На Кубани соцнорму, которая, кстати, самая большая по стране, введут с 1 января. Сейчас она утверждена в размере 250 кВт-часов в месяц, это на одного одиноко проживающего. Соответственно, на следующего проживающего это 60 плюс 60 кВт, и на каждого последующего плюс еще 40. Важная вещь, что это будет применяться к зарегистрированным гражданам в соответствующих живых помещениях. Освободят от социальной нормы одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов многодетные семьи, а также жители аварийных домов с износом свыше 70%. Обсудили на совещании вопрос роста тарифов в 2017 году. На сегодняшний день уже принято решение правительством об ограничении роста размера платы с 1 июля 2017 года по субъектам Российской Федерации. Мы ожидаем, что по теплу, по воде и водоотведению рост тарифов с 1 июля 2017 года тоже не превысит 4%. В Сочи проходит турнир по боксу. Соревнование посвящено памяти заслуженного тренера России, судьи международной категории Владимира Павловича Федцова. Турнир проходит впервые, но уже собрал на площадке Южного федерального центра спортивной подготовки «Югспорт» около 130 участников. Спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет представляют Сочи, Краснодарский край, Ростовскую область и Республику Абхазия. В открытом первенстве города Сочи участвуют как юноши, так и девушки. Екатерина Гамаюнова 11 лет занимается танцами, а в боксе только год, но уже стала лучшей среди юниорок в Краснодарском крае. Турнир был трудный, очень много девочек было. Первый раз поехала туда, было трудно, но все-таки справилась. Мне нравится этот вид спорта, с помощью него у меня появилось достижение какой-то цели, появилось больше возможностей, у меня стало лучше развиваться дыхалка. Как раз дыхание в боксе играет большую роль, ведь от того, как сумел спортсмен распределить свои силы в ходе трех раундов, зависит исход спарринга. Самые юные боксеры на ринге по минуте, старшие юниоры уже по три. Каждый спортсмен проводит по два боя. За боями наблюдает сын прославленного тренера России Владимира Фицова Алексей Фицов. В каждой весовой категории, сколько человек, там они разбиваются под группам, парам, и, конечно, сильнейший выходит в финал и будут побеждать. Хотим в дальнейшем проводить его каждый год и включить его в календарный план соревнований Краснодарского края. Соревнования продлятся до воскресенья. Победители наградят грамотами, кубками и медалями. Специальными кубками будут награждены лучшие спортсмены в номинациях «Лучший боксер» за волю к победе и за лучшую технику. Вход для зрителей на турнир свободный. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сочи примет открытые краевые соревнования по Ушу-Таолу. Они пройдут с 25 по 27 ноября в Федеральном центре единоборств «Югспорт». На соревнования приедут спортсмены из Краснодара, Новороссийска, Выселок, Майкопа. Всего около 120 участников. Ушу-Таолу – это комплекс упражнений Ушу в одиночном варианте, являющийся аналогом боя с тенью. Парный вариант может являться как расшифровкой одиночного варианта, так и боем двух партнеров против нескольких воображаемых противников. Таолу выполняют как без оружия, так и с оружием, с саблей, с мечом, копьем и палкой. Вход на турнир свободный. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки стен, напольные покрытия, мебель, климатическое оборудование и многое другое. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам доброго.